Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захаричук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. 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 тросов кабина пойдет вниз и приведет жертву. По информации Генеральной прокуратуры, накануне из Украины был экстрадирован подозреваемый в хищении денег, выделенных на установку лифтов в октябре. Гражданин Казахстана Максим Коробко подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2013 году он получил более 30 миллионов тенге за поставку и установку лифтового оборудования, но так и не выполнил обязательства. Сейчас он находится в следственном изоляторе Астаны. Другим темам. В Южном Казахстане начали химическую обработку против саранчи. В текущем году работы проведут на территории в 350 тысяч гектаров. Из них 60 процентов обработают наземными агрегатами 40 авиации. В борьбе против марокканской саранчи задействуют в том числе 6 самолетов АМ-2. Всего планируется обследовать больше миллиона гектаров земли. Чтобы достичь желаемых результатов, Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозирование выделит 128 специалистов и 83 служебных автомобиля. В этом году зима была очень теплой. Снега и дождя было мало. Травы выросло очень мало. Это значит, что есть большая опасность миграции вредоносных насекомых. При слишком активной миграции мы будем рассматривать выделение дополнительной техники. Всего по области у нас 91 единица техники. Плюс дополнительно еще один самолет поступил. Схема движения некоторых маршрутов автобусов была изменена из-за провала участка дороги в Астане. По предварительной информации причина прорыв теплотрассы. Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте ведутся поиски пробоины, после чего начнутся ремонтные работы. В связи с этим перекрыт участок дороги от улицы Оронбор до Мухамеджанова. Наши корреспонденты выясняют подробности. В Ахмельской области объявлено штормовое предупреждение. 14 и 15 апреля на реках в регионах в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков ожидается дальнейшее снеготаяние. Есть угроза подтопления. Сейчас уровень воды в реке Жабай достиг критической отметки в 640 сантиметров. Есть приток Жабай, это Жиланде, откуда тоже в свою очередь может поступить в больших количествах вода. В Калутоне также у нас сохраняется угроза повышения уровня воды. Это приток киселя. Эта неделя у нас ожидается выпадение осадков. Температурный фон 2,5 градусов тепла, местами ожидается до 10 градусов тепла. В Северный Казахстан снова вернула зима. Всю ночь в регионе шел снег. На утро высота покрова превысила 10 сантиметров. Горожане вооружились лопатами и метлами. Многие автолюбители успели переобуть машины, поэтому с трудом передвигаются по дорогам. С 8 утра полицейские зарегистрировали уже по меньшей мере 10 ДТП. По словам синоптиков, в ближайшее время в регионе может снова пойти мокрый снег с дождем. Резкого потепления не ожидается. Зимой не было на машине столько снегу, как сегодняшним утром. Коммунальщики, вот пожалуйста, обратите внимание, ничего не убирает, ничего не делается. Так что нужно во все руки брать лопату и самим идти чистить дороги, чтобы более-менее вот эту грязь, вот это вот все убрать. Апрельский снегопад сегодня наблюдали и в Кустанайской области. Там начался буран. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду, выпала до 6 миллиметров снега. По словам синоптиков, холодный циклон в регион пришел с юго-запада. Отмечу, что такая погода в области не редкость. Были случаи, когда резко холодало и в июне. В ближайшие дни специалисты КАЗ Гидромета прогнозируют в Кустанайской области дождь. В Мангасаусской области открыли цех по производству насосов для нефтегазовой отрасли. Предприятие будет не только производить оборудование, но и принимать его на ремонт из других стран. Мощность цеха – тысяча насосов в год. Иностранная компания инвестировала в проект 5 миллионов долларов. С открытием цеха нашли новое место работы 30 человек. Каждый из них прошел обучение. Цех, который сегодня открываем, это самый современнейший цех, который производит оборудование для нефти и газа. Это погруженные насосы, это электродвигатели. Все производится именно на этой базе. А также можно сказать, что применяются самые новейшие технологии, цифровые технологии. Такую технологию всегда мы заводили в Казахстан, в других странах. А теперь этот момент, где мы начинаем производить эти насосы, не только для казахстанского рынка, но и для Каспийского рынка, для Восточной Европы, для Ближнего Востока. Это будет «Made in Kazakhstan» сделано в Казахстане. Покрывать внешний рынок и рынок за рубежом. В Кокшета ожидается строительство новой ТЭЦ. Сумма иностранных вложений составляет почти 175 миллиардов тенге. В целом за 2017 год в экономику Акмолинской области частные инвесторы влили более полутора миллиардов тенге. На сегодняшний день в регионе на стадии реализации 58 проектов по линии государственно-частного партнерства. Большая их часть в сфере школьного и дошкольного образования. В планах проекты по дорожной инфраструктуре. В текущем году у нас также планируется проведение капитального ремонта дорог в городе Щучин с Бурабайского района. Предварительная стоимость будет около 3 миллиардов. На данный момент у нас инвесторы все с республики Казахстан. По дорогам у нас как раз проработка вопроса идет с иностранными инвесторами. Также у нас планируется в дальнейшем реализация ТЭЦ в городе Кокшетау. На данный этапе тоже подали конкурсные заявки 4 иностранных инвестора. В Казахстане успешно внедряются 3D-технологии в протезировании верхних и нижних конечностей человека. В научно-практическом центре развития социальной реабилитации уже проводят такие операции. По государственному заказу их делают бесплатно. Если человек получил травму на производстве, оплату осуществляет работодатель. Наши корреспонденты побывали в центре и оценили возможности современных технологий. Павел Белов – прошлым строитель. Пять лет назад, работая на объекте, он получил тяжелую травму и остался без одной ноги. Долгое время Павел пользовался протезами старого образца и каждый раз испытывал жуткую боль. Но сегодня все мучения остались в прошлом. В научно-практическом центре развития социальной реабилитации ему установили механическую ногу с использованием 3D-технологий. Очень удобно. Мне очень понравилось, что я действительно могу много двигаться. Он очень удобный. Разница мне сразу понравилась, что я одел протез. Это как собственная нога у меня получилась. Прежде чем изготовить протез, сначала в 3D-формате проводится подбор модулей, имитирующих суставы. Эта работа выполняется с учетом анатомических особенностей пациента, его возраста, веса, роста и физических возможностей. В итоге протез получается удобным и не вызывает раздражения кожи. Ко всему прочему, изготавливается он гораздо быстрее старых образцов. Мы в конце 2017 года заключили меморандумы со всеми областными управлениями занятостей и социальной помощи населению. Это где-то 60-70 человек мы должны с использованием 3D-технологии в этом году протезировать. На сегодняшний день мы выполняем, будем говорить, 100% пациент не платит ни копейки. Все это идет по госзакаду. В ближайшем будущем в центре хотят освоить технологию изготовления протезов рук, способных управлять пальцами. Такая механическая рука способна на многое, говорят специалисты. А это значит, что у тысяч людей с ограниченными возможностями появится шанс вернуться в строй и снова заняться любимым делом. В 136 южноказахстанских школах обучение ведется на узбекском и такджикском языках. То есть школьники наряду с государственным, русским и английским изучают родной язык. Это позволяет готовить всесторонне развитых и грамотных молодых людей, владеющих несколькими языками. Правда, такая система обучения предъявляет более жесткие требования и к подготовке самих педагогических кадров. Они должны постоянно повышать и совершенствовать знания, внедрять в учебный процесс передовые методики обучения. Поэтому в Шымкенте в рамках года Узбекистана в Казахстане организовали международную научно-практическую конференцию. Ее участниками стали почти 300 работников образования и будущих учителей из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Они обсудили вопросы о совершенствовании родного языка в условиях многоязычного образования. Мы в первую очередь должны уделять небольшое внимание развитию, функционированию государственного языка. Это казахского языка. Но вместе с тем мы должны создавать условия для развития языков других народностей, которые живут у нас в нашей стране, чтобы они могли свободно общаться, свободно говорить на своем родном языке, обучаться. И мы хотели бы перенять этот опыт, изучить его, как он осуществляется на самом деле, как он работает, сделать мониторинг, совпадая, можно ли его перенять в нашу систему образования. Военная техника, вертолеты, дымовая завеса и тактический бой. Итог – отражение нападения незаконного военного формирования. В Алматинской области проходят специальные тактические учения «Калкан-2018». Наша съемочная группа наблюдала за баталиями. Специальные действия по защите и охране государственной границы курсанты старших курсов Академии пограничной службы КНБ и Военного института сухопутных войск Министерства обороны отрабатывают в течение четырех дней. Военно-полевые учения разделены на четыре этапа. На первом необходимо было организовать усиленную пограничную охрану, установить контроль за потоком гражданского населения при пересечении границы, отразить нападение на погранзаставу. Следующей задачей стало приведение в степень боевой готовности полное заставы и обеспечение охраны государственной границы из опорного пункта. Сегодня, согласно сценарию, вооруженная группа, пытавшаяся пересечь рубеж, столкнулась с сопротивлением пограничников и военнослужащих сухопутных войск. Для решения этой задачи были привлечены более 500 человек личного состава. Их поддерживало около 20 единиц военной техники и погранавиации. Сегодня наше действие было отражение вооруженного вторжения на приграничную территорию. Надо было отбить противника на его сторону. Мы вели действие в поле с применением огнестрельного оружия. Нас поддерживала боевая техника. Были трудности в ходе выполнения задания, но мы справились. По словам старших офицеров, подобная практика учений, которая проводится уже в третий раз, помогает курсантам получить практические навыки, боевую выучку и повышать морально-психологическую готовность к условиям вооруженного конфликта. Вы наглядно видели, что действовали подразделения связей пограничной службы, пограничная авиация действовала, действовала бронетехника, личный состав. Действовали тактически грамотно, действовали, соответствовали замыслу учений. Замечания есть по некоторым маскировающим средствам, именно применению средств маскировки. Есть некоторые замечания по экипировке личного состава. Мы считаем, что необходимо будет в последующем совершенствовать эти вопросы. Окончательные выводы о подготовке курсантов будут сделаны завтра. Впереди еще один этап. Светлана Мальцева, Кинжи Амраев, Хабар-24, Алматинская область. Объявлена программа 71-го Каннского фестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая. В конкурсе представлено 18 картин. Кроме них, зрители кинофестиваля смогут увидеть фильм Хан Соло «Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда и Легран Бан «Желя Лелуша». В программу специальных показов попали 7 фильмов. Президентом жюри выступит Кейт Бланшетт. А фильмом «Открытие» станет работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз. К слову, прошлогодние дискуссии по поводу участия фильмов американского стримингового сервиса Netflix в основной программе конкурса привели к тому, что в этом году компания не будет участвовать в фестивале. Netflix, не выпускающая фильмы в широкий прокат, а показывающая их только своим подписчикам, отказалась подчиниться французским законам, согласно которым фильм может демонстрироваться на домашних платформах через 36 месяцев после выхода в кинопрокат. Канны – фестиваль, проходящий в кинотеатрах. Что касается территории Франции, мы хотим, чтобы все фильмы, участвующие в конкурсе, были доступны в прокате. Правило не направлено против кого-либо. Больше интересной информации вы можете найти на нашем сайте 24.kz. Ну а к данному часу у меня пока все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин